Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы с вами будем читать продолжение сказки про забавного, храброго и совсем бесстрашного слоненка. Я вам напомню, что сказка так и называется «Слоненок». Но слоненка продолжал вытягиваться. Слоненок уперся всеми четырьмя ногами и тянул, 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 а его нос продолжал вытягиваться. Крокодил загребал хвостом в воду, словно веслом, а слоненок тянул, тянул, тянул. С каждой минутой его нос вытягивался, и как же ему было больно! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и сказал через нос, который у него теперь вытянулся аршина надво. Знаете, это уже чересчур! Тогда на помощь явился двухцветный питон. Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка и сказал Безрассудный юнец, мы должны теперь хорошенько приналечь, иначе крокодил испортит тебе всю будущность. Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул, но слоненок и двухцветный питон тянули сильнее. Наконец, крокодил выпустил нос слоненка с таким всплеском, который слышен был вдоль всей реки Лимпопо. Слоненок упал на спину, однако он не забыл. Сейчас же поблагодарит двухцветного питона. А затем стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом. Обернул его свежими банановыми листьями и погрузил в большую серо-зеленую мутную реку Лимпопо. «Что ты делаешь?» – спросил его двухцветный питон. «Простите», – сказал слоненок, – «но мой нос совсем утратил свою форму, и я жду, чтобы он съежился». «Но тебе долго придется ждать», – сказал двухцветный питон. «Удивительно! Как иные не понимают собственного блага!» Три дня слоненок сидел и ждал, чтобы его нос съежился, а нос нисколько не укорачивался и даже сделал ему глаза раскосыми. «Вы помните, милые мои, что крокодил вытянул ему настоящий хобот, такой, который и теперь бывает у слонов?» Под конец третьего дня какая-то муха укусила слоненка в плечо. Сам, не отдавая себе отчета, он поднял хобот и прихлопнул муху. «Преимущество первое», – заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог делать простым носом». Сам, себе не отдавая отчета, слоненок протянул хобот, выдернул огромный пучок травы, выколотил ее о свои передние ноги и отправил к себе в рот. «Хм, преимущество второе», – заявил двухцветный питон. «Отчего же ты этого не мог делать раньше, не мог делать простым носом? Не находишь ли ты, что здесь солнце сильнее припекает?» «Правда», – ответил слоненок. Сам, не отдавая себе отчета, он набрал тины из большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, выплеснул ее себе на голову. Получился грязный чепчик, который растекся за ушами. «Преимущество третье», – заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог сделать простым носом». «А не хочешь ли ты быть битым?» «Простите меня», – ответил слоненок. «Вовсе не хочу». «Ну, так не хочешь, как хочешь. Может быть, ты хочешь сам кого-нибудь побить?» – предложил двухцветный питон. «Очень хочу», – сказал слоненок. «Хорошо, вот видишь, как для этого тебе пригодился твой новый нос», – объяснил двухцветный питон. «Благодарю вас», – сказал слоненок. «Я последую вашему совету. Теперь я отправлюсь к своим родным и на них свой нос испробую». Ну что, мои маленькие друзья, на этом сказочка наша не заканчивается. Читать мы ее продолжение будем завтра. А сейчас мы с вами будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания и спокойной, волшебной вам разноцветной ночи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok